Начался эфир или нет? Улыбаться? Здравствуйте. Меня видно? Если меня видно, слышно, то, пожалуйста, ставьте плюсики в комментариях. Угу. И видно, и слышно. Отлично. Отлично. Уже подключаются. Немножко подождем. Здравствуйте. Приветствую всех, кто сегодня подсоединился к нашей онлайн-тренировке. Я представлюсь, пока мы ждем, кто еще к нам подключится. Меня зовут Екатерина. Я являюсь секретарем Федерации Сибирского федерального округа Омской области, судья республиканской и международной категории. Также я являюсь руководителем фитнес-клуба Озон и тренер высшей категории. Сегодня мы будем работать над мышцами брюшного пресса. Это очень важно, чтобы наши мышцы пресса были в тонусе, хорошо укреплены, потому что наша защита внутренних органов очень многое зависит от того, насколько сильны у нас мышцы пресса. Они регулируют еще внутрибрюшное давление. Но это наша хорошая осанка. Сегодня мы будем работать над мышцами брюшного пресса. Это очень важно, чтобы наши мышцы пресса были в тонусе, хорошо укреплены, потому что наша защита внутренних органов очень многое зависит от того, насколько сильны у нас. Любая тренировка у нас начинается всегда с разминки. Сейчас я немножко попаду в камеру, буду ее менять. Начинаем мы разминку с верхней части всегда. Это голова. Наклоны головы вправо-влево. Будем делать 6-8 повторений. Начинаем вправо-влево. Вправо-влево. Раз, два, не спешим. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Повороты головы вправо-влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Нельзя делать круговые движения головой, поэтому мы делаем полкруга. Борода упустили. Остановились. Теперь в правую сторону. Остановились. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Переходим к разминке верхнего плечевого пояса. Опустили руки вниз. Поднимаем плечи вверх. Максимально к ушам. Вниз. Вверх. Вниз. Это очень хорошее упражнение после тяжелого рабочего дня. Особенно те, кто сидит на работе. Снимаем напряжение. Делаем дыхание свободное, удобное. Еще два раза. Еще один. Закончили. Руки перед грудью, рывки руками. Если позволяет место в комнате, делаем с поворотом. Если нет, то можно оставаться прямо. Два рывка согнутыми, два прямыми. И раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Руки в кулак. Правую руку вверх. На два счета смена положения. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Руки на плечи, кисти. Четыре круговые вращения вперед, четыре назад. И раз, два, три, четыре назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Еще раз вперед. Раз, два, три, четыре. И заканчиваем назад. Раз, два, три. Закончили. Далее переходим к разминке туловища. Здесь у нас особый акцент, потому что очень много мы сегодня будем делать на переднюю стенку. Наклоны. Левую руку вверх. Два наклона. Раз, два, меняем. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Повороты. Два. С левой руки. Раз, два. Плечи не поднимаем. Три, четыре. Бедра не поворачиваем. Только поворот в плечевом суставе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Многие на шине плечи, руки на пояс. Четыре круговые вращения туловищем. Вправо, четыре влево. Наклонились и начинаем вправо. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Плечево справа. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Руки в сторону. Лопатки вместе. Наклонились. Спина прямая. Упражнение называется «Мелец». Поворачиваем плечи. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Будут уже фиксированные движения для косых мышц пресса. Делаем полуприсед плеем. Руки на плечи. Собираем лопатки. Опускаем плечи вниз. Зажимаем трапецию. Смотрим всегда вперед. И поворачиваем локоть вперед максимально. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три. Закончили. Молодцы. Следующее упражнение у нас перекаты. Ноги пошили. Руки вперед, либо на пояс. И начинаем. Правая нога, левая нога. Садимся настолько глубоко, насколько позволяет коленный и тазобедренный сустав. Сходить колено за проекцию голени. Если позволяет сустав, опускаемся вниз. Еще четыре. Три. Два. Один. Молодцы. И сейчас, не собирая сильно ноги, мы делаем приседания. Приех. Не выводим колено вперед. Тянемся назад. Встаем. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. На выдохе встаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще один раз. Молодцы. Выпад правой ногой. И частичные повторения. Колено в пол. Прямой угол. Спина прямая. Четыре. Три. Два. Один. Еще четыре. Четыре. Три. Два. Один. Ставим руку на пол. И разгибаем коленный сустав. Растягиваем заднюю поверхность, переднюю стоящую ногу. Переднюю поверхность, сзади стоящую ногу. Еще два. Еще один. Отлично. И делаем растяжку. Наклоняемся частичными пружинками. Еще три. Два. Один. Замечательно. Меняем ногу. Выпад левый. И частичные повторения. Колено в пол. Задние ноги. Четко. Девяносто градусов. Переднее. Еще четыре. Три. Два. Один. Опускаем руку на пол. И начинаем разгибание коленного сустава. До приятных ощущений. Кто может глубже, пожалуйста, не стесняемся. Разогнули. И пружинки. Наклон растягиваем. Заднюю поверхность, впереди стоящие ноги. Замечательно. Размяли пояс нижних конечностей. Еще доделываем подъемы на носки. Стопы параллельно. Еще три. Два. И еще один. И поднимаем носочки. Споставаемся на пяточку. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Замечательно. И еще мы разомнем кисть, потому что у нас будут уборы на предплечьях и на кистях. Круговые вращения кистями вперед. Четыре. Три. Два. И назад. Четыре. Три. Два. Молодцы. Сделали вдох. Выдох. Еще один вздох. И выдох. Мы с вами завершили нашу размытку и приступаем к основной части. Первое упражнение. Ну как я не могу поймать вас? У нас будет вакуум. Здесь в принципе ноги не обязательно мои смотреть. Это упражнение. Основную часть мы будем делать по 15 повторений всей упражнения, ну кроме вакуума. Здесь мы сделаем 5-6, потому что сложное на задержке дыхание и в конце рабочего дня это уже такое очень сложное движение. Его лучше выполнять с утра натощак. Все остальное мы будем делать по 15, но по одному подходу обычно на силовых тренировках мы делаем по подходам 3-4-5. В зависимости от подготовки. Вакуум нужно встать, ноги на ширине плеч, сделать вдох. И на выдохе мы подтягиваем переднюю стенку живота, максимально пытаясь поднять внутренние органы, спрятать их под диафрагму, под ребра. И задержать дыхание настолько, насколько вы можете не дышать. И на выдохе мы будем делать. Выдыхаем, выдыхаем, поднимаем внутренние органы под ребра и не дышим. Молодцы. Вдох, выдох. Вдыхаем. Чтобы на задержке дыхание не закружилась голова. Приготовились. Следующее повторение. Делаем вдох. Расслабили плечи. И на выдох. Подтягиваем переднюю стенку максимально. Поднимаем, поднимаем вверх. Притягиваем. И как насос. Всасываем вовнутрь под ребра, под диафрагму. Не поднимая плечи. Стараемся не поднимать. Отлично. Не дышим. Стоим, 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 стоим. Молодцы. Подышали. Расслабились. Отдохнули. Еще будем выполнять три повторения. Приготовились. Расслабили верхние плечевые. Делаем вдох. И на выдох. Снизу начинаем тянуть, тянуть, тянуть под ребра. И не дышим, не дышим, не дышим. Держим, держим. Еще максимально. Это на выдохе. Не поддыхаем. Вдоха не должно быть. Выдох. Молодцы. Расслабились. Еще два повторения. Делаем вдох. И на выдохе. Застегнулись. И потянули вверх, вверх, вверх. И дышим. Еще, 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 еще тянем. Выдох. Кому стоя было тяжело, тот может со мной сейчас сделать наклоне. То же самое. Мы делаем вдох. Кому легко делать стоя. Делаем вдох. Расслабили живот. И на выдохе. Подтягиваем максимально. И держим. Держим, держим. Подтянули. Отлично. И выдох. Расслабились. Сделали вдох. И выдох. Еще один раз. Вдох. И выдох. Замечательно. Для проработки мышц, брючного пресса нам понадобится, ну, в хорошем, лучшем случае, это гимнастический коврик. Если такого нет, то это любое подручное средство, полотенце, плед, коврик любой домашний. Мне повезло. У меня есть гимнастический, совершенно случайно. И вот, пока вы готовите место с ковриком, я вам расскажу основные правила, что нужно знать при проработке пресса. У нас самое важное, это исходное положение спины. Это обязательно закрытая поза. Нельзя. Технику подводить чуть-чуть. Обязательно закрытое положение спины, то есть немножко сутулое. Руки вы можете держать за головой, перед собой на плечах, либо вытянутые вперед, но спина не должна быть прямой. Мы должны немножко сутулиться, и вот в таком положении, в закрытом, мы делаем всегда упражнение для мышц брюшного плесня. Следующее обязательное правило. Нельзя прогибаться в пояснице. Обязательно при опускании ног и подъеме, и то же самое при полных подъемах туловища, мы должны прижимать поясничную ногу. Чтобы никакой из позвонков не был оторван от опоры. На усилии мы делаем выдох, на опускании делаем вдох на легкой фазе. Но на пресс легкой фазы не бывает. Итак, первое упражнение, базовое считается. Исходное положение сидя на коврике, ноги на шине плеч согнуты, колено в суставах. Мы либо себя обнимаем, либо руки вперед, либо за голову. Немножко скругляем спину. Обязательно втянутый живот. И на фазе, которая у нас на усилии, и на фазе расслабления, на подъеме в два раза сильнее пытаемся держать живот. Сейчас мы медленно, начиная со всех нижних позвонков, опускаемся, втянув живот до касания лопатками коврика. Не нужно запрокидывать голову. Все, остановились. И начинаем медленно, втянутый живот, подъем вверх. Еще раз. Опускаемся, живот втянутый. Начинаем поясницу движения. Плавно. Не упали. Не раскрылись. И начинаем движение вперед. Выдох. Это тяжелая фаза. Не разгибаемся. Остаемся чуть согнутыми, чтобы живот держать втянутым. Еще осталось 13 повторений. Идем вниз. Не торопимся. На подъем усилия чуть быстрее. Идет у нас вдох. Держим живот, не прогибаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Продолжаем. Не останавливаемся. Держим живот. Следим за спиной. Не разгибаем плечи. В грудном отделе закрытая позиция. Если кому-то очень тяжело, он может просто держаться за бедра и немножко себя подтягивать руками. Идем. Вдох. Поясница. Выдох. Вдох. Выдох. Осталось 5 повторений. Вдох. Вдох. Выдох. Если вы будете делать правильное упражнение, 15 повторений будет очень даже достаточно. Еще 3 повторения. Можно руки вперед. Вдох. Вдох. Выдох. И еще один раз. Вдох. Живот втянут. И еще больше втянут, когда мы поднимаемся. Мы пытаемся приближать ребра к тазовым костям. Такое скручивание упражнение называется скручивание. Следующее упражнение называется кранч. Исходное положение лежа на спине. Поднимаем ноги согнутые в коленях. И будем подкручивать таз. Здесь мы наоборот. Будем приближать тазовые кости к ребрам. Очень важно, чтобы мы здесь поясницу точно так же по очереди все позвоночки сложили на ком. Делаем. В коленях выдох. И плавно опускаем вдох. Делаем выдох. И вдох. Можно держать голову руками. Если поясница у нас хорошо прижата, можно лечь и делать полностью голова, когда лежит на коврике. Делаем выдох. Вдох. Подкручиваем таз. И четко идем по всем поясничным позвонкам. Никакой не пропускаем. Живот втянут. Выдох. Держим живот. Вдох. Не торопимся. Не делаем за счет инерции. Делаем за счет мышечного сокращения. Тянем выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Не торопимся. Выдох. Вдох. Еще пять. Еще четыре. Еще три. Еще два. И еще одно повторение. Подкручиваем, подкручиваем. Отлично. Хорошо. Возвращаемся в исходное положение. Поднимаем руки вверх. И растягиваем. Грудь толкаем вперед. Растягиваем брюшную стенку. Замечательно. Это были самые базовые упражнения. Если вы научитесь делать их правильно, почувствуете, как работает у вас пресс, дальше просто видоизменяются рычаги и исходные положения. Сейчас мы с вами будем делать такой гигантский сет из четырех подряд упражнений. Исходное положение лежа на спине. Мы пятнадцать раз будем поднимать ноги. Если ваша поясница не складывается на коврик, вы держите голову на весу. Если все хорошо, вы можете опуститься. Опускаем прямые ноги, ну либо чуть согнутые в коленях. Над полом останавливаем. Выдох. Опускаем вдох. Поднимаем выдох. Опускаем вдох. Поднимаем выдох. Продолжаем. Следим за поясницей. Не отпускаем живот. Все время держим втянутым. Представьте, что у вас пупка кнопочка, и вы его пристегнули вовнутрь. И нельзя, чтобы открылся. Поднимаем выдох. 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 Вдох. Выдох. И еще пять. Молодцы. Не роняй ноги. И еще один. И еще один. Отлично. Теперь мы сгибаем колени, подкручиваем таз, как в предыдущем. Разгибаем над полем. Следим за поясницей на разгибании. И за животом. Не отпускаем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Следим. Следим за спиной. Молодцы. Хорошо. Продолжаем, продолжаем. Не останавливаемся. И осталось шесть. Пять. Четыре. Подкручиваем тазовые косточки. Тянем в груди. Три еще. Еще два. И еще один. Отлично. Следующее упражнение будет отрыв таза, когда ноги у нас почти вертикально. Мы не будем ими раскачивать. Такая своеобразная березка. Но не на лопатки, а только отрыв копчика. Идем вверх. 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 Выдох. И стараемся вниз не упасть. Здесь можно руки положить вдоль туловища. Голову можно оставить на коврике. Можно приподнять, если вам некомфортно, поясницы. Это упражнение очень хорошо укрепляет пирамидальную мышцу пресса, которая натягивает белую линию живота. Это очень важно, когда мы хотим, чтобы живот не выпячено вперед. И четвертое. Шесть. Вверх. Пять. Выдох. Четыре. Три. Два. И один. И четвертое. В этом гигантском сетте мы согнули ноги в колени. Локти вперед. Либо перед собой. Мы поднимаемся, частичные, не полные повторения, закрытая позиция, локтями тянемся пальцем. В любом случае локтями тянемся пальцем. Терпим. Выдох, выдох, выдох. Не стесняемся. Шесть, пять, четыре, три, два и один. Молодцы. Разворачиваемся на живот и делаем такое растягивающее упражнение. Называется оно «Обра», как дома. Но это если нет проблем в пояснице. Если есть, то просто немножечко прогнулись. Кто может выше, проваливаемся бедрами вниз, растягиваем мышцы пресса. Отлично. Это такой гигантский сет вон-стоп. Четыре подряд упражнения. Если сделать четыре подхода, очень замечательно чувствуются все мышцы брюшного плеса. Далее мы с вами делаем планку. Упражнение «Статичное удержание» в упоре лежа на предплечье. Мы опускаемся на предплечье, напрягаем живот, негодицы. Не уходим вперед, не вверх. Ровно стоим, как в стамеечках жесткие. Сегодня мы постоим немножко. Еще 15 секунд до 30. Здесь дыхание ровное. Живот подтянутый. Не проваливаемся, не задираемся. Стоим ровно. Три, два, один. Молодцы. Потянулись. Пузо ребенка на пяточке. Вытянем верхний плечевой, поясничный отдел. Воротниковую зону. Молодцы. Как самочувствие? Работаем дальше? Сейчас я проверю, никто у меня ничего не спрашивает. Но пока нет вопросов. Поэтому работаем дальше. Следующее упражнение. Мы будем поднимать сначала правую ногу. Мы поднимали одну стопик в две. Сейчас мы будем в исходное положение лежа. И будем одна нога над полом. Поднимаем вторую ногу. Ой, простите. Вот так. Можно руки вдоль туловища. Можно голову положить. Можно голову держать на весу. Здесь мы тоже самое следим. За поясницей. Если у вас уже нога тяжелая, не хочется ее держать. Кстати, если кому-то легко, он может надеть себе утяжелители. По 15 повторим правой и левой. Живот втянутый. Поднимаем ногу выдох. Опускаем ногу вдох. Следим за поясницей. Отлично. Поменяли ножки. И будем поднимать следующую. Нога над полом. Опускаем. Поднимаем. Поднимаем выдох. Опускаем вдох. Втянули живот. Можно прямо рукой контролировать. Чтобы понять, работает... Продолжайте. Чтобы понять, работает мышца или нет, можно просто ее держать рукой. Если вы чувствуете, что она напрягается, именно там, где вы хотите, значит, все мы делаем правильно. Тянули, держим. Еще шесть. Еще пять. Выдох. Еще четыре. Еще три. Еще два. И один. Сейчас одну ногу сгибаем. И идет скрестное движение. Локоть, колено правое. Левое. Закрыли туловище. И тянемся. Локоть тянется к колено. Локоть тянется за колено. Продолжаем. Выдох. Выдох. Задержать. Выдох. Не торопимся. Здесь работу мы подключили к прямым мышцам, веса еще и косые, и внутреннюю косую, и наружную. Хотя они и на подъеме ног, и на скручивании туловища, они у нас тоже замечательно работают. Дышим. Дышим. Не спешим. Десять. Девять. Восемь. Чем ниже нога на пол, тем тяжелее делается, тем больше работает, включаются мышцы, глубокие волокна. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Опустили руки вдоль туловища, приподняли таз, наехали немножко вверх на лопатки, растянулись. Отлично. Следующее упражнение. Можно, конечно, еще отдохнуть, но некогда. Следующее упражнение. Исходное положение лежа на спине, руки в стороны, ладонями на пол. Мы делаем отрыв для пирамидальной мышцы вверх, сгибаем колени, складываем их 90 градусов в сторону вправо, возвращаемся. Идем вверх, влево, в каждую сторону, по 15 повторений. Поднимаем, выдох. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Не падаем вниз. Молодцы. Удобнее всего, чтобы не сбиться, считай на какую-то одну сторону. Либо в каждую до 30. Выдох вверх. Отлично. Отлично. Молодцы. Вверх. Вверх. Таз отрываем. Тянемся в потолок. Хорошо. И еще по 5 раз в каждую сторону. По 4. Еще по 3 раза. Еще по 2. И еще по 1 раз. Заключительный. Очень хорошо. Молодцы. К сожалению, очень быстро проходит время, когда занимаешься полезным делом. Следующая у нас серия. Это двойное скручивание. Мы одновременно. Можно делать разнообразную подготовку, разнообразное состояние здоровья. Поэтому вариантов может быть несколько. Двойное скручивание. Это когда мы складываем ноги и торч. Это можно делать прямо. Но я опять напоминаю, что это не ровно. Либо это будет согнутые подтягивания, полное опускание. Либо мы идем в структуру. Делаем выдох. Либо прямыми делаем выдох. Выдох. Выберите себе удобное положение. Я возьму самое легкое, чтобы с вами разговаривать. И так начинаем. И круглая спина в поясницу. Выдох. Работаем прессом. Пауза. Зажали. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Отлично. Чтобы подключились к плюсам еще внутренней и наружной косы мышцы, мы либо складываем себя на коврик и будем одновременно подниматься. Попробовали. Либо это будет вариант упорной кисти. Мы будем корпусом работать чуть в меньшей амплитуде. Либо мы будем сгибать и разгибать колени. Здесь у нас в любом случае выдох. Вдох. Выбрали себе удобное, самое тяжелое. И начинаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Подтягиваем. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Отлично. Сложили ноги. И чуть-чуть растянули косы и мышцы. Пересаживаемся на другое ведро. И то же самое. Либо делаем полный подъем. От пола сто восемьдесят градусов к ногам. Либо делаем упор на кисти. Делаем подъем. Либо делаем сгибание-разгибание. Но в любом случае оттягиваем танцы. Приготовились. Выбрали себе исходное положение. И начали. Такие. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Отлично. Чуть наклонились. Растянулись. Сейчас мы для поперечной мышцы пресса. Постаем чуть-чуть. Вы постоите, а я поотвечаю на вопросы. Боковая планка. Ножна. Облегченный вариант. На предплечье. Отрываем таз. Втягиваем живот. И стоим на согнутых коленях. Либо полностью стоим на стопе. И еще тянемся четко в сторону. Выберите себе исходное положение. Я засекаю время. Тридцать секунд. И считаю вопросы. Данный комплекс упражнений весь делать необязательно. Можно выбрать себе какие-то определенные упражнения. И можно делать их каждый день. Поэтому вот это разнообразие как раз получается. Можно использовать, чтобы не надоело одно и то же. Спасибо за такой вопрос. В нашей работе самое трудное уговорить человека преодолеть себя, сделать первый шаг и зайти в тренажерный зал. А затем уже дело техники. Мы в принципе профессионалы. И у нас получается, что люди с удовольствием приходят на вторую, третью и годами ходят на тренировки к нам. Меняются. Закончили. Переходим сейчас до головы. На вторую сторону. То же самое. На три плечи. Либо на коленях. Упор. Либо на выпрямленных ногах. Можно, если вы падаете, держаться. Либо вытянуть руку. Но обязательно все втянуть. Время пошло. Это упражнение очень хорошо подтягивает поперечную мышцу пресса, та, которая нам уменьшает талию. Это очень полезное упражнение. Очень рекомендую. Что? Упражнение на камеру домашнего пустота. Вот это? Не поняла. Еще немножечко терпим, терпим, стоим. Молодцы. Закончили. И еще вариант, как можно поднимать, скручивать корпус. Буквально немножечко. Это получается у нас такой тоже гигантский сет. Мы можем буквально попробовать несколько повторений, потому что, к сожалению, уже достаточно быстро пролетело время. У нас идет полный подъем. Так же следим за поясницей. Поднимаемся. Либо, если тяжело удержимся, либо руки перед собой на плечи согнуты, либо за голову. Но мы вот так никуда не убираем, не падаем. Делаем вдох по поясничке. И точно так же собираемся выдох. Делаем вдох. Делаем выдох. Отлично. Делаем вдох. Сюда делаем выдох. Затем, закончив пятнадцатое повторение, мы останавливаемся в полупозе. И удерживаем. Держим живот, втянули. Дыхание здесь не задерживаем. Держим. Чуть-чуть выше можно. Подержали пятнадцать секунд. И далее частичные повторения. То есть мы пытаемся максимально зажать мышцы пресса, скрутить, сжать ребра и приблизить их к тазовым костям. Таких тоже выполняем. Пятнадцать повторений. Отлично. И в заключении делаем еще несколько полных. Вот это самый огонь. Мы опускаемся, поднимаемся. Опускаемся, поднимаемся. И вот когда мы делаем после всех предыдущих, это заключительно получается очень хорошая нагрузка. Вытянули сверху. Грудь немножечко вперед. Обязательно упражнение на растяжку. Мы расправляем кровеносные сосуды, разжимаем мышечные волокна. И у нас идет процесс обмена веществ гораздо быстрее. И мы быстрее добьемся каких-то изменений. К сожалению, локально мы не можем, работая каждый день по часу пресса, только измениться в пресс. Если мы не будем правильно питаться, если мы не будем заниматься на другие мышечные группы, и наша трата калорий не будет меньше, чем их потребление, изменений, к сожалению, мы будем ждать очень долго. Ну, как бы, к сожалению моему, очень быстро время пролетело. Занятия наши по диапазону времени завершаются. Ну, если у вас какие-то вопросы, вы можете мне писать еще отдельно в личку, можете писать в чат, который нас подключает в министерство, пресс-службу. Спасибо всем за то, что были, за то, что вышли со мной позаниматься. Мне очень приятно было, потому что я знаю, что собирались не только наши амичи, есть еще и нагородние мои ученицы. Спасибо вам большое за поддержку. Надеюсь, хоть немножко у нас мышцы брюшного пресса поработали сегодня. И вы запомнили основные правила, как нужно правильно их делать, как правильно нужно работать над этими мышцами, чтобы они менялись. Чтобы прокачать другие мышечные группы, я приглашаю вас в наш замечательный фитнес-клуб «Озон», который находится на левом берегу, на Комарово 11, корпус 1. У нас очень большой арсенал тренажеров, очень много свободных весов. И мужчинам, и женщинам достаточно много можно найти разнообразных упражнений. Никто у нас в очереди не стоит. Профессиональная тренерская команда работает, с удовольствием вас встретит, научит, потренирует. И вы укрепите свое здоровье, улучшите самочувствие, вы с пользой проведете время. Мы очень ждем вас в нашу дружную семью, фитнес-клуб «Озон». С вами была Екатерина Донцова. Спасибо всем большое. Вопрос. Что является мотивацией вы к работе для занятий спортом? Ну, на самом деле моя мотивация – это вся жизнь в спорте. Я занимаюсь с самого детства. Не прекращаю. Мне, ну, я не стыжусь своего возраста, мне 50 лет в этом году исполнилось. И я хочу, чтобы, в принципе, у вас тоже по временным своим годам вы выглядели по биологическому возрасту, гораздо моложе, были гораздо активнее. И у вас тогда будет все в жизни замечательно. Спасибо, пожалуйста, большое, что вы мне пишете. Спасибо, что тренировка была продуктивная. Вижу очень много своих знакомых. Всем огромное-огромное спасибо. Пока. Жду на тренировку, жду в гости. Всегда всем буду рада. Отвечу на вопросы всех-всех, кто захочет не только про мышцы пресса. Спасибо, пожалуйста, большое спасибо. 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 Продолжение следует...